друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж как говорится медленно но верно возвращаемся к нашим баранам да друзья мои последние сводки с полей от семейства колес в общем светка светка опять вся в делах вся в заботах едет в очередной раз в ногинск по такому случаю прихватила с собой даринку но не с кем оставить папаша где-то там растворился вместе со старшими детьми светка соответственно осталась на хозяйстве с даринкой с виталиной и с никитой никита с виталиной в школе светка с дариной отправились в ногинск светка жалуется говорит вот мол собирались в темноте бегом бегом опять отключили электричество ну я так понимаю ребят глядя на дарину я это вообще просто умереть не встать видимо даринку светка наряжала исключительно в темноте потому что картина маслом это надо было видеть под курткой ударинки платье такое знаете розового цвета а под платьем обычные такие вот джинсы при джинсы свет у меня к тебе вопрос на засыпку тебя все дома вот реально у тебя все дома ты совсем что ли уже ку-ку как говорится или просто исключительно прикидываешься на ютубе ради того чтобы было больше просмотров и комментариев ну как можно нацепить такие джинсы под такое платье вот мне просто интересно вообще как можно додуматься так вырядить своего ребенка но точно друзья мои какая-то неадекватная какая-то безмозглая у самой нет вкуса и детям привить ничего хорошего не сможет и детей как говорится туда же но неужели ты сама не видишь ну ладно одно дело ты ходишь своем вот в этом халате до дома под халат натягиваешь теплые спортивные штаны но блин ты дома да уж если твой муженек нифига не топит экономит абсолютно на всем вместо того чтобы идти как говорится работать и зарабатывать деньги то ты дома можешь ходить как угодно но ты с ребенком выехала в город выехала в люди по большому счету и нацепила на нее непонятно что далее ребят дома уже светка признается что они с дариной выезжали в город не просто так а все светка у нас ездит исключительно одним маршрутом по больницам да да ну а даринка молодец как всегда сдала маманю как стеклотару друзья мои представляете сказала а мы говорит гулять ездили секунд несколько молчания и тут светке настолько это не понравилось настолько светке не понравилось что даринка ее сдала светка огрызнулась быстро указала даринке ее место чем дарине надо заняться далее далее начала озвучивать мол посмотрите у нас сегодня на столе не пусто а густо но видимо густо за густо светка посчитала что у них вот на столе греча суп гороховый а также тот самый долгожданный винегрет на который все варили варили уже наверное практически аж целую неделю раз 20 ребят светка повторила о том что у них не было электричество утром говорит ничегошеньки не успели исключительно по той простой причине что электричество не было светка ты так ты вернее и с электричеством абсолютно нифига никогда ничего не успеваешь потому что если спать постоянно до обеда то конечно же ты ничегошеньки не успеешь правда светка вышла из положения очень легко и просто теперь у нее готовят исключительно дети далее друзья мои картина маслом опять же да повторюсь в этом обзоре но это опять же надо было видеть такого смешного момента в семье колес я давным давно не наблюдала я действительно посмеялась мы спасибо кто-то мне из ребят написал что галя брати внимание там в ролике этот момент будет но его нельзя было не заметить но все равно ребят спасибо за подсказки так вот виталина что-то там значит изображает вид бурной деятельности на втором этаже типа она значит там подметает размахивая веником из стороны в сторону да я считаю что она еще больше вот эту вот грязь и пыль гоняет в разные стороны никита значит все это дело благополучно снимает он за оператора и смеется там над сестрами ну а дарина ребят усевшись на пол вот в этой грязи в которой как раз таки виталина там подметает перед ворохом белья я так понимаю белье вытащили уже из сушки да его уже значит высушили из сушилки вытащили и дарина все это белье благополучно сортирует следующим образом она просто разбрасывает в разные стороны вот эти вот чистые вещи которые только-только светка видимо вытащила вместе с детьми как раз таки из сушилки и даринка довольно разбрасывает вещи в разные стороны и поглядывая на брата и на сестру которые над ней смеются даринке самой смешно картина ребят была действительно веселая вот представьте себе да вещи вытащили вроде как чистые сушилки их постирали их высушили одна метет значит эту грязь в разные стороны раскидывая вторая в этой грязи сидит и в эту же грязь закидывает вот это вот белье которое было как раз таки высушить высушенные сушилки ребят это надо было конечно же все видеть это просто что-то с чем-то посмеялась я знатно когда дарина подняла ноги боже ты мой ребят надо было обратить внимание на ее колготки которые вроде как в районе стопы должны были быть голубого вроде цвета да но они были черного цвета светка как обычно вот знаете вот в этом вся светка светка у нас хозяюшка от слова как говорится худо и в этом вся абсолютно она да то есть ей нечего делать она вечно слоняется не зная куда себя деть светка лучше бы ты полы мыла у себя в доме да и пылесосила сама но нет у нее для этого есть конечно же дети вот она детям дала задание то что дети но в силу так скажем своего возраста это даже не в состоянии сделать нормально они сделают сделают скорее всего вид что они что-то поделали да но на самом-то деле ребенок же не сможет так убраться в общем понятно но для светки видимо это в порядке вещей это нормально поэтому дети ходят вот с такими грязными ногами и грязь там абсолютно кругом далее далее друзья мои новый день очередной влог и опять света начинает нам рассказывать что же у них на столе на крит мы встали мы проснулись на столе говорит у нас типа чего только нет и гороховый суп и греча и винегрет свет стоп это нам вчера накануне озвучивала надо было просто сказать доедаем то что было приготовлено накануне зачем нам каждый раз объяснять одно и то же и потом ребят вы знаете ну завтрак так скажем да такое себе я бы не сказала что винегрет допустим и тот же гороховый суп и греча это завтрак неужели детям нельзя сварить какую-то опять же кашу ладно каша была у них тоже накануне хорошо каша была накануне но с другой стороны можно какой-то творожок можно какие-то йогурты можно какую-то яичницу да яичница правда у них на ужин короче там сам черт ногу сломит ладно пусть будет винегрет нормально пусть будет гречка нормально на сей раз как говорится засчитывается ну а светка друзья мои представляете со знанием дела у нас чистит там печку чистит чистит я еще подумала странно что она не заставила кого-то из детей это делать потом я вспомнила что лёха то уехал и увёз с собой старших детей младшему на этот момент не доверит да а если доверит то лёха приедет а там уже от избушки останутся как говорится одни рожки до ножки поэтому понятное дело светке пришлось оторвать свою пятую дочку и пойти чистить ту самую печку дети тут же крутится дети тут же ей помогают а я вы знаете смотрю на область ее живота и думала, ах, да, аллилуйя, самое настоящее, случилось чудо, друзья мои, а мы даже не заметили, а Светка-то разродилась, Светка, поздравляю, ты родила седьмого, хотя нет, наверное, уже не седьмого, учитывая сколько раз у них были вот эти вот, знаете, моменты с накладным животом, сколько раз они пытались дурить народ, ребят, вспомните, тогда, когда нам рассказывали, что Светочку отпускают из больницы, да, вот буквально на прошлой неделе, Свету отпускают из больницы, оставляют ее ночевать дома, да, Светка демонстрировала такой большой живот, ребят, как на восьмом месяце, обратите внимание, тот самый момент, где Светка ползает возле печки, там живота практически нет, ну, почему я говорю практически, потому что для такой задницы, как у нее, для такой большой пятой точки, это вообще живот абсолютно ни о чем, то есть все, Светка, мы тебя поздравляем, мы все тебя поздравляем, что ты в конце концов родила, в общем, да, как говорится, родила, никто и не заметил, но молодцы, ребят, в очередной раз разыгрывают своих зрителей, ну, а Света начинает возмущаться по поводу того и объяснять своим зрителям, что же такое случилось и почему Дарина была в таком странном, прикидя, почему на джинсы натянули легкое летнее платье, она говорит, и что в этом такого, она говорит, и что мне когда холодно, я тоже, вот смотрите, натягиваю штаны, допустим, под какую-то тунику и так далее. Светка, я вот столько раз тебе говорила, что на самом деле вы с Лехой, вы не работаете, да, вы сидите дома, вы можете дома ходить, ты можешь дома ходить, хоть в картофельном мешке, абсолютно все равно, а детей будет любезно одевать нормально и не выводить их на белый свет, как чучело, потому что это ненормально, потому что над детьми потом будут смеяться все в школе, да, сейчас Дарина не ходит в детский сад, но ведь рано или поздно она пойдет в школу, согласитесь, над ней будут ржать абсолютно все, представляете, если ее маман в таком виде приведет, скажут, ну это же действительно ненормально, ребят, и это действительно какая-то ненормальная ситуация, то есть вообще ничего не понимают, да, взять, натянуть на джинсы платье. Я, говорит, утепляю детей, блин, для этого есть теплые штаны, для этого есть комбинезоны, у Дарины есть комбинезоны, я сомневаюсь, что зимой, ребят, вспомните, у Даринки же есть комбезы, я сомневаюсь, что зимой ей на теплые штаны, на комбез будут натягивать сверху какое-нибудь платье, я очень в этом сомневаюсь, да, это если она к тому, что вот надо обязательно, чтобы было какое-то платье или была какая-то юбка, но если вы хотите не выглядеть комично в этой ситуации, то одевайте тогда, какие-то теплые просто ритузы, да, или какие-то теплые лосины с начесом, какие-нибудь такие, но не джинсы, естественно, это действительно просто выглядит смешно. Ну, а что касается Светки, Светка дома всегда ходит черти как, знаете, как какая-то баба на чайнике нацепит на себя все из поля и с моря соберет, то есть нет бы одеть спортивный, теплый костюм и не мучиться, да, ну, раньше же она ходила в штанах, что тут говорит, в каких штанах, ребят, она при его отце, который приезжал к ним, помните, из Есентуков, да, она при нем ходила лосина, обтягивали задницу, там даже трусов не было видно никаких абсолютно, а здесь прям стала такая верующая, платок натянула на лоб, да, при всем при этом тут же, значит, вот одеваются непонятно как, короче, я не поняла этого прикола, ну, ладно. Далее, далее Светка объясняет, что ужин у них сегодня будет исключительно легкий, я так понимаю, что ей не захотелось ничего готовить, они доедают то, что у них есть, она говорит, опять будет гречка, ребят, с фантазией, конечно, туго, то есть гречка только что была, и опять варится гречка, вот скажите, пожалуйста, разве это нормально, а что нельзя приготовить картошку, а что нельзя приготовить макароны, рис приготовить нельзя, даже что-то такое элементарное. Ну, в общем, ладно, на ужин у них будет яичница, яичницу готовит Никита, там аж целых 6 или 7 яиц, это все на четверых, друзья мои, прям сегодня они, я смотрю, гуляют, мамка разрешила по такому поводу, все уехали, мамка разрешила поесть яйца. Ну, а далее Светочка опять начинает пытается, знаешь, знаете, всех вот так вот ввести, да, так скажем, в заблуждение, ссылаясь на свое плохое самочувствие, говорит, вот, все время себя так плохо чувствую, говорит, делать ничего не хочется, детки мне всегда во всем помогают, детки все делают за меня. Свет, последнее время, я бы тебе сказала, что не последнее время, а последние года два с половиной, как только вы переехали из Ясентуков в Подмосковье, постоянно твои дети что-то делают за тебя, потому что ты просто разленилась, ты вообще ничего делать не хочешь. При всем при этом они делают вид, ребят, что они делают еще одного ребенка, что она будет, так скажем, беременная, она будет рожать, да, то есть человек, который говорит, я уже вообще устала, я уже делать ничего не хочу, представляете ребенок, представляете родиться младенец, да, ну и так образно, конечно, никто там не родится, по крайней мере сейчас точно, потому что это манипуляции с животом, но в любом случае, ребят, вот просто представьте, родился младенец, и что он будет делать, будет валяться себе там на втором этаже где-нибудь и будет орать с утра до ночи, а мамка будет дрыхнуть до обеда, да, а потом будет еле ходить, зачем ребенок, куда вы планируете рожать, мне просто интересно, я в шоке, ребят, вот просто я от этого семейства в шоке, ну, знаете, вечно у них все как-то через пень-колоду, далее, 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 далее Света, значит, продемонстрировала, что вот у них будет греча, я думаю, блин, когда уже будет в конце концов нормальное мясо, вот прям что-то мясо, да, какие-то хотя бы котлеты, домашнее еще что-то, нет, она говорит, у нас будет там какое-то желе, ребят, я в шоке, я просто в шоке, то есть нормальную еду не приготовится, она будет голодным детям, которые ели пустую гречу, которые ели этот гороховый суп, проголодались, поели яичницу, да, на каждого там, грубо говоря, по полтора яйца, и тут же на очереди будет, мол, оливье, типа, говорит, потом будет оливье, в общем, не знаю, что у них там будет, потом показалось, что дети собираются готовить то, вроде как, горячие бутерброды, короче, дети не наедаются и пытаются компенсировать все это тем, что есть в доме, вот что нашли, то, как говорится, благополучно и съели. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!